Ахмед Заде Проживающие в Нагорном Карабахе армяне могут быть уверены, что их безопасность будет обеспечена в случае перехода территории под контроль Баку. Об этом заявил в интервью итальянской газете «Ля Репаблика» азербайджанский президент Ильхам Алиев. Как отметил глава государства, заявление Никола Пашиняна об угрозе второго геноцида является абсолютной ложью. В Азербайджане проживает тысяча армян. Азербайджан – мультиэтническая, многоконфессиональная страна. Поэтому говорить о так называемом геноциде абсолютно неприемлемо. И это очередной фейк, который они хотят представить точно так же, как они это делают всегда. Они всегда хотят преподнести себя как вечно страдающие, плачущие, вечно нуждающиеся в помощи люди. Но посмотрите, что происходит сегодня. Он звонит президенту Путину, президенту Макрону, звонит европейским лидерам, звонит всем. Он просит признать Нагорный Карабах, но не понимает, что у Европейского Союза есть единая позиция по территориальной целостности Азербайджана. Поэтому, чтобы заручиться определенной поддержкой, он пытается воспользоваться любым фейковым методом. Я отвечаю за свои слова. Проживающие в Нагорном Карабахе, армяне могут быть уверены, что их безопасность будет обеспечена, постановил президент Азербайджана. В ходе интервью Ильхам Алиев также подчеркнул, что Азербайджан стремится к скорейшему завершению боевых действий с Арменией. Чем быстрее закончится война, тем лучше будет. Мы выдвинули такое предложение, и оно было очень конструктивным. За этот период, чуть больше месяца, я неоднократно говорил и могу повторить еще раз, что если премьер-министр Армении возьмет на себя обязательство об освобождении оставшейся части территории, то мы готовы становиться сегодня, сказал он. Распространенная армянской стороной информация о якобы трех подбитых танках азербайджанской армии на южном участке фронта не соответствует действительности и полностью ложная. Об этом сообщает Министерство обороны Азербайджана. На Ходжавенском направлении фронта азербайджанская армия имеет тактическое огневое и территориальное преимущество над противником. Поскольку вражеская армия морально и психологически подавлена, она вынужденно распространят в СМИ подобные необоснованные новости, отмечается в тексте сообщения. Вооруженные силы Армении, испытывая тяжелые проблемы с вооружениями, в настоящее время используют любую технику, которая еще остается в их распоряжении, в том числе старые советские боевые машины. Об этом можно судить по новому видео Минобороны Азербайджана. На видео, снятом с беспилотника, представлено уничтожение зенитной установки, выведенной на высоту на Ходжавенском направлении фронта для ведения огня по низколетящим целям и живой силе. Кадры демонстрируют наведение на цель и ликвидацию зенит модели М-55 трехпушечной установки 20-мм калибра, изготовленной в СССР в 1955 году. Подобное устаревшее оружие не имеет никаких шансов против современных военных технологий, используемых азербайджанской армией. Однако, по-видимому, выбирать оккупантам Карабаха не приходится. Союз Европейских футбольных ассоциаций УФА назначил инспектора по этике и дисциплинарным вопросам для расследования в отношении публикации пресс-секретаря Агдамского футбольного клуба Карабах Нурлана Еврагимова. В соответствии со статьей 31 дисциплинарного регламента УФА, полназначен инспектор по этике и дисциплинарным вопросам для проведения дисциплинарного расследования в отношении заявлений, сделанных в социальных сетях официальным лицом футбольного клуба Карабах. Результаты данного расследования будут представлены позднее. Заметим, что жалобу УФА направила Футбольная федерация Армении с требованием наказать Карабах вплоть до исключения Агдамского клуба из Еврокубков. Ранее гемпрократура Азербайджана возбудила дело по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской республики в отношении Нурлана Еврагимова из-за статуса, сделанного им на странице в социальной сети Facebook, содержащего нетерпимость в отношении армянского народа. Футбольный клуб Карабах также осудил действия своего сотрудника и также намерен вынести в его отношении дисциплинарное наказание. В Армении новорожденным выдают метрики только в том случае, если их отцы добровольно уходят на фронт, а дети и матери находятся в заложниках в больницах. Об этом написал армянский юрист Роберт Айрапетян в своем аккаунте в социальной седе. Те, кто ежеминутно говорит о патриотизме, ничего кроме лицемерия вы не проявляете по отношению к нашему слабому народу. Как можно через день после появления на свет ребенка заявить, что свидетельство о рождении будет выдано только при условии, если будет предъявлен подтверждающий документ о том, что отец ребенка добровольцем ушел на фронт? Вы берете в заложники детей и их матерей, решили сесть с ними за стол переговоров. У вас есть мозг, пишет Айрапетян. Следует отметить, что армянская армия, терпящая поражение в боях против Азербайджана, участились в случае дезертирства и нарастает хаос. В Армении женщин, стариков и детей насильно забирают на войну, а уклоняющихся от отправки на фронт сурово наказывают. Глава Минобороны Германии Аннгрид Крамп Каренбаур заявила, что в США уже началась битва по поводу легитимности результатов выборов, в связи с чем назвала текущую ситуацию очень взрывоопасной, отметив, что в стране может грозить конституционный кризис. По словам Каренбаур, борьба между кандидатами, которая велась в время средствами, продолжается. Это очень взрывоопасная ситуация. Это ситуация, которая, как справедливо говорят эксперты, может привести к конституционному кризису в США. И это то, что в целом, несомненно, должно очень беспокоить нас, сказала министр в интервью немецкому каналу ZDF. Напомним, что в США во вторник прошли всеобщие выборы. Избрались президент и вице-президент. Все 435 членов Палаты представителей, примерно треть сената, 35 сенаторов, губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 2374, в общем составе 97 150. Согласно статистике Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, по состоянию на ноябрь число выздоровевших пациентов увеличилось на 1212 и сейчас составляет 58 811. Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 35 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19 с начала эпидемии, возросло до 1448. Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 389 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова